В эфире Дагестанское радио. Комиссия приняла ряд рекомендаций, направленных на устранение выявленных недостатков в обеспечении антитеррористической защищенности принадлежащих им объектов. Сегодня в правительстве Дагестана состоится очередное заседание Совета старейшим при главе республики с участием временно исполняющего обязанности вице-премьера правительства республики Гасана Идрисова и руководителей более 10 органов госвластия. Повестка дня о системе управления и обеспечении качественными услугами населения республики в сфере водоснабжения и водоотведения, состоянии и пути их решения. Италия планирует увеличить экспорт товаров на Северный Кавказ, сообщил почетный генконсул Итальянской Республики в Южнофедеральном округе и в Северокавказском федеральном округе Перпаоло Лодиджиани. В середине ноября дипломаты и представители свыше 30 итальянских компаний посетили Северную Осетию, Чечню и Дагестан в рамках проекта «Италия встречает Кавказ», направленного на развитие деловых отношений между Италией и северокавказскими регионами. Дагестанское радио. Понятно каждому. Взято направление правильно. Сменилось руководство министерства, сменились руководители этих интернатов. Заметно, что люди хотят работать. Так что начало положено, надо продолжить эту работу, а мы со своей стороны тоже будем поддерживать всяческие добрые какие-то намерения, потому что это связано с детьми, а дети – это самое главное, важное, это наше будущее. Поэтому спасибо вам за работу. Мы будем всегда вместе с вами создавать условия для того, чтобы эти интернаты функционировали нормально. 14-я сессия Народного собрания Дагестана 6-го созыва пройдет 30 ноября в Махачкале. Регистрация участников сессии будет производиться уже сегодня с 9 до 18 часов и 30 ноября с 8.30 утра. В повестку дня предварительно внесено 28 вопросов. За пять лет работы программа «Земский доктор» дала хорошие результаты. В селы стали приезжать хорошие врачи, а качество здравоохранения заметно улучшилось. Именно поэтому правительство страны приняло решение продлить программу и в следующем году. О том, что «Земский доктор» стал спасением для жителей отдаленных горных сел, говорят и в Рутульском районе. Подробности в репортаже Магомеда Баширова. Спустя 6 лет после учебы в Астраханском медицинском университете участковый терапевт Амалия Раджабова вернулась в родной район. Мечта детства осуществилась и теперь молодой специалист на практике применяет полученные знания. Труд медика нелегок, но по заверению девушки она знала об этом и нисколько не жалеет о выбранной профессии. Я здесь живу, прописано здесь, училась там, ну где родилась, там пригодилась, сюда приехала, устроилась здесь работать и работаем. Пока начало, вроде нравится все, устраивает. Работа в сельской поликлинике по многим причинам молодых специалистов обычно не привлекает. Однако главному врачу Рутульской больницы удалось набрать молодой коллектив, причем не только из местных, но и приезжих специалистов. Было всего 32 доктора, из них большинство врачей это, скажем, пенсионеры. Молодых специалистов практически не было. И за последние годы мы представляли 16 врачей. 16 врачей мы набрали. В числе 16 молодых врачей, приглашенных на работу в Рутул, трудится и молодая семья Гуметовых. Учились они в Санкт-Петербурге и по окончании вуза приняли предложение главного врача трудоустроиться в районной больнице. Молодые врачи работают с большим энтузиазмом. Это не остается незаметно. Для сельского жителя, не избалованного особым вниманием к себе, такое отношение медработников особенно ценно. Она отлично училась с моим сыном. Я доверяю. Я сама чувствую, какой врач. Ну тут такого врача нет, чтобы не доверять нам. Притоку свежих кадров в сельские больницы вот уже пятый год способствует правительственная программа «Земский доктор». Благодаря ей молодые медики получают гарантированную работу и все условия для качественного ее выполнения. Сегодня в рамках акции «Я дышу легко» в Аварском театре с 12 до 17 часов профилактическое мероприятие, приуроченное ко дню борьбы с хронической обструктивной болезнью легких. Организатор – Республиканский центр медпрофилактики. Подробнее – замглавного врача центра Ильяну Ралиева. Данная акция связана с рядом дней знаменательных медицинских в ноябре месяце, каковыми являются Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких, Далее Международный день борьбы с пневмонией и Международный день отказа от курения. Собрав воедино, мы решили, что будет неплохо собрать также наших коллег и провести такого рода мероприятие более масштабного характера, в котором будет развернута площадка здоровья. Так называемая площадка здоровья включает в себя консультации пульмонологов, это врачей, которые непосредственно занимаются заболеваниями органов дыхания. Будет развернута площадка с такими диагностическими методами исследования, как спирометрия и смокелайзер. Спирометрия – это процедура тестирования показателей легких, которая выполняет несколько функций – диагностическую, оценочную и обучающую. Исследование проводится для того, чтобы выявить различные патологические процессы, как в бронхиальном дереве, так и в легких. А также эта методика позволяет наблюдать за состоянием больного во время лечения и давать оценку эффективности терапии. Наряду с этим будет методика проведения исследования на аппарате смокелайзер. Этот аппарат исключительно для курильщиков, хотя и исследовать и пассивные курильщики. И суть метода в следующем. Пациент делает глубокий вдох в портативный прибор, который вооружен трубкой. И затем на табло высвечиваются цифры, которые определяют показатель угарного газа в выдыхаемом воздухе. И в зависимости от цифр определяется степень никотиновой зависимости. Она может быть легкой, средней или же тяжелой. Врач-консультант, а они будут с Республиканского центра здоровья, городского центра здоровья, в зависимости от итогов методики, будут давать соответствующие рекомендации. Также и по итогам спирометрии. Дается распечатка, отдается на руки и интерпретируется самому пациенту. Конечно же, обязательно мы всегда разворачиваем измерение артериального давления, потому что тоже один из важных параметров физиологических. Определяем антропометрические данные, рост, вес. Врачами генического воспитания будет измерен индекс массы тела и даны определенные консультации. Новости культуры Сегодня в 16 часов в рамках 18-го регионального музыкального фестиваля юных исполнителей «Наши надежды» концерт в Дагестанском отделении Российского фонда культуры. Дагуз Филармония проводит конкурсы «Народный вокал» и исполнение на народных музыкальных инструментах. Сегодня очередной этап отборочного тура – заключительный этап 4 декабря. О спорте Временно исполняющий обязанности первого зампредседателя правительства Дагестана Анатолий Карибов провел совещание по вопросу подготовки и проведения в республике Чемпионата Европы по спортивной борьбе, который пройдет с 30 апреля по 6 мая 2018 года во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске. По сообщению Дагидромедцентра, сегодня в районном республике ожидается без осадков ветер восточный и юго-восточный 12-17 метров в секунду. В горных районах перемены до 5 метров в секунду. Температура по Приморским районам 6-11 тепла, в горных районах от 0 до 5 тепла, местами до плюсы 10. В Махачкале ожидается без осадков ветер юго-восточный 12-17 метров в секунду. Температура воздуха 7-9 тепла, вода в море 7 градусов. Это был информационный выпуск Вести Дагестана, вела выпуск Бедерниси Гусейнова, звукорежиссер Муминат Алиева. О событиях дня 18-10, а мы прощаемся и желаем удачного рабочего дня и хороших новостей.